Так, посмотрите, постановление, я ничего штрафовать вас не буду, потому что нету, кто напишет заявление, если у вас захочет кто-то штрафовать. Постановление, 417-е, постановление провести. Какое он кричал, постановление номер независимого? Пластной цветного в Ламасе, я вам сразу выделю. Нам для них хотя бы, почему, на каком основании мы требуем и для нас, и для них? Приведение, постановление номер 417, правительство Российской Федерации, Мишустин, 2 апреля 2020 года. Что здесь написано? При введении режима повышенной готовности или чересчайной ситуации на территории, на которой осуществляется угроза возникновения чересчайной ситуации или зоны чересчайной ситуации, граждане обязаны. Соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения, о чересчайной ситуации, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Дальше. 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 Мы считаем, что это не только защиты и другое имущество в случае его предоставления органами власти и организацией. Мы считаемся как организация. Вы предоставляете? Угу. Вы продаете. Угу. На каких основаниях продаете? Как выручить, что на торговле. Вы можете только предоставить гражданину. Гражданин пришел. Угу. Его нет. Вы ему говорите, оденьте маску. А мы ему обязаны предоставить. Вы ему говорите, оденьте маску. Он говорит, у меня нету, согласно 417-го постановления правительства, выдайте мне маску. Вы ему говорите, оденьте у нас. То есть вы его принуждаете уже в сделку. Они даже вот это не хотят. Вы его уже, гражданина, принуждаете в сделку. А гражданин говорит, я ничего покупать не хочу. Понятно. Я не должен, меня должны на основе 417-го постановления обеспечить органы власти и организации. Я говорю, они хорошо вот эту приписочку сделали и организации. Потом вы ему говорите, мы вас не обслужим. А если вы не обслуживаете покупателя, то это уже нарушение административного кодекса. Статья 14.8 нарушение иных прав потребителей. И что здесь написано? Отказ потребителю в предоставлении товаров, либо доступ к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, встанут законом, влечет наложение административного штрафа на должных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. То есть, юридические лица 300, 500, должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей. Вы хотите такие штрафы? Нет, конечно. Я никакие штрафы не хочу. То есть, все получается как? Мы приехали. Вот, допустим, здесь бы был этот беждоним. Мы приехали. Мы приехали. И мы говорим, так, смотрите, мы сейчас составим заявление от вас и от него. Вы на нарушение ваших прав, да, там, он на нарушение его прав. Соответственно, от него мы берем заявление от 14.8, чтобы вы его не обслужили. Вам штраф, вам как продавцу от 30 до 50, вашему директору от 300 до 500 тысяч штраф. Гражданину, вы на него тоже пишите заявление, что он был без маски. И мы, допустим, пишем от вас заявление по статье 20.6.1 на физическое лицо, что он нарушил, он там был без маски. Ему за это полагается штраф 4 тысячи. Замечательно. Там что-то, ну, от 4 до 30, там что-то такое. Ну, понятно. И то, выпишут ли ему этот штраф или нет. Потому что он придет в суд, он скажет, я пришел в магазин. Согласно 417-му постановлению правительства, мне должны были выдать средства коллективной и индивидуальной защиты. Мне их не выдали, предложили их купить. То есть принудили меня к сделке незаконной. Я говорю, супер. То есть ему этот штраф отменят. Ну да. А вы заявление, которое он напишет на нарушение продажи товаров, то есть вы его не обслужили должным образом, нарушили гражданский подокс, вы, соответственно, его не обеспечивали средствами защиты. То есть на вас будет уже штраф по статье 3.18.1 на 20 юридических лиц. Там будет штраф от 300 до 500 тысяч рублей. То есть на вас летит два штрафа. Не обслуживание клиента и нарушение режима повышенной готовности. Два штрафа от 300 до 500 тысяч рублей. А на него один штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. И то, если он пройдет, а он не пройдет. Потому что закон на его стороне. Я все понимаю. Вы понимаете, некоторые люди нормальные приходят. И мы, да, действительно. Вот, я говорю, да возьмите. Вот даже платком закрываются. И ради бога. Две женщины были. Она говорит, у меня малолетний дома ребенок. За мной в Зеленограде никто не разговаривает даже. Смотрите, дальше. А тут он пришел, он весь уже такой вот. Видно, что у него что-то с ним не так. Это сейчас везде. Это сейчас везде. Смотрите. Средства. Здесь что написано. Предоставить средства коллективной. Вот, средства коллективной и индивидуальной защиты. Что относится к средствам коллективной и индивидуальной защиты? Ну, перчатки маска. Какая маска? Ну, вот эта вот. Нет. Нет. Согласно ГОСТу, к средствам, индивидуальной защиты органов дыхания относятся. Респираторы, противогазы, вакуумные маски. И еще там. Разновляйте, мы будем еще противогазы. Еще там где-то пять. Еще там пять каких-то разновидностей. То есть к вам приходит человек. Вы должны самое простое, чем его обеспечить, это респиратором. За 300 рублей. Он пришел, вы ему, вот ваш респиратор, пожалуйста, 300 рублей. Он надел, купил за там 20 рублей. Да, 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 и ушел. Да, какую-нибудь мелочь и ушел. Ну, это дуризм. Все. Ну, дуризм. Все. Законы соблюдены, никто ничего не нарушит. Думаю, лучше закрыть. А когда вы говорите человеку, вот вам салфетка, защититесь ею от вируса. И, соответственно, человек скажет, вы нормальный вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? Хорошо, а нормально он пришел и вот здесь вот так ходит, а все в масках ходят. Ну, это же не нормально. Но сейчас люди все на нервах, все нервничают. Вы знаете, на два месяца это вот один такой дебил. Один. У нас не было таких идиотов. Ну, вот и человек перенервничал. Люди приходят, да он нормальный, ему лет 40 от силы. Люди нормальные приходят, извиняются. Ой, я забыл, забыл, да, у меня маска есть, вот одевают. А это... Понимаете, в чем дело? Вот сентября, вот третий месяц, один такой. Есть закон, да? Ну, он, кстати, гулял с законом, сдается не в органах, ли он вообще работает. Мы, как сотрудники Росгвардии, соблюдаем конституционные законы и федеральные законы. Вот смотрите, все, все, по голове за масках, все. И не спорят. Соответственно, федеральный закон. Ну, я понимаю, ребят, вы при исполнении, я все это прекрасно понимаю. Ну, по-человечески-то, правда? Я объясняю, по закону все находится на стороне граждан. Все вот эти вот законы, все на расчисту граждан. Ну, есть, да, люди, которые, там, они одели свои маски и они пошли. Ну, соответственно, возможно, эти люди, которые пошли, они не знают закону. Ну, все. А согласно законам, все это предоставляется... Они могут оскорить. Все это предоставляется организациями. Морковку любишь, короче. Я понял, маску, понимаете, мы, наверное, тогда работаем аналоги. Аналоги мы не сможем даже аналоги, водить по закону. Да? 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 Это бюджет пополнять. Ну, все сводится к тому. Ну, чтобы мы закрылись. Все сводится к тому. Ну, сводится к тому, чтобы мы не работали. Все, видимо, если так это выходит из-за того... Ну, по закону, если как по закону действовать, я вам объясню, как все по закону. Ну, понятно, понятно. То есть, человека мы привлечь по вот этим статьям, он просто ссылается на то, что, согласно 417-му поставлениям, его должны были обеспечить сельсами дневной защитой, а его не обеспечили. Ну, да, понятно. И то, не таким, который вот предлагается. Так извините, а где же мы распиратор-то возьмем? И он действительно, он похаймает меня. А? А? Купить надо. Федеральных... 250 рублей на каждого? Федеральных законов... А как? Я говорю, мы под закрытие. Ребят, мы закроемся. Алло, мы закроемся. Посмотрите, федеральных законов обязывающих людей носить маски нет. Ага. Ну, это не прописано. По логике вещей. А прописано вот то, что прописано. Средства дневной защиты, погоствуют респираторы, противогазы, вакуумные маски. Кто их выдает? Никто не выдает, соответственно, нарушают, в первую очередь, кто? Организации. Ага. Поэтому, если к вам приходят люди, то относитесь по-человечески друг к другу. Относитесь, конечно. Проверяющий орган, кто приходит к вам? Роспотребнадзор. Роспотребнадзор до 31 декабря 2020 года никаких проверок не проводит. Это прописано у Роспотребнадзора. А кто к вам приходит? А кто к вам приходит? Если к вам приходят проверяющие органы, соответственно, вы у них просите предоставить вам постановление из прокуратуры на право проверки вашего магазина. Соответственно, в этом постановление должно быть прописано пришел сотрудник такой-то, такой-то из Роспотребнадзора, сотрудник МВД, фамилии, отчество. Все. Постановление прописано. Кто вас проверяет? Постановление должно быть получено из прокуратуры. Они вам показали, что мы пришли проверять. Все. Вас проверяют. Вы для себя выписываете фамилию и отчество сотрудника Роспотребнадзора, сотрудника МВД, кто вас проверил. Сверяете удостоверение с паспортом. Все это подтверждаете. Видеокамера у вас есть. Все фиксируют, кто приходил. Потом вы идете в прокуратуру и спрашиваете, осуществлялась ли проверка данными гражданами по закону нашего магазина. Было ли постановление на проверку? И как в вашу проверку магазина может существовать сотрудник Роспотребнадзора совместно с сотрудником МВД? Соответственно, если у сотрудника Роспотребнадзора ограничение до 31 декабря 2020 года, сотрудник Роспотребнадзора прийти вас проверять не может. Ясно. А как может администрация прийти вас проверять? На основе каких законов? Ну, по разговорам они по Дзержинской ходили. Они, наверное, не выписывали штраф, а, может быть, предупреждение, какие были. Смотрели, как выполняются, там, в масках, не в масках, не в ходе. Ну, наверное, может быть, они смотрели, если у вас слили, там, маски, респираторы, противогазы. Ну, соответственно, согласно 417-го постановления, вы должны обеспечить людей средствами индивидуальной защиты. Они пришли к вам, посмотрели, а у вас противогазов нет. Ну, это нарушение. И всё, ловите ваш штраф. Штраф не за то, что люди без масок ходят, а штраф за то, что вы не соблюдаете правил, которые введены 417-м постановлением правительства. Люблю я наше правительство, я наше Россию вообще обожаю. Правительство России открывается постановление 2 апреля 2020 года номер 417 об утверждении правил поведения обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной должности и через сами ситуации. Можете ксерокопии сделать, соседним магазинам раздать. Сказать, оставайтесь всегда людьми в любой ситуации. У любого человека есть его права на свободу обеспеченной конституцией. Прошу, когда они ещё людьми остаются. А вот... Очистерокопии...